Здравствуйте, уважаемые трейберы! С вами на связи Виталий Кухта, Кухта Кэпитал. Сегодня наш обзор и торговые рекомендации также будут включать обучение, обучение торговлю в формате определения пузырей на рынке. Почему я эту тему решил затронуть, разбить наш обзор сегодня на две части. Это обучающий формат и обзоры торговые рекомендации по основным финансовым инструментам, которые я торгую. Итак, хотел поговорить о акциях Тесла. Все аналитики на этой неделе на ушах, потому что достаточно сильный всплеск на рынке цены по акциям Тесла. Я знаю многих трейдеров, которые шортили Теслу еще, я помню, с 2013-2014 года, 2015 года, когда Тесла торговалась в районе 300 долларов, плюс-минус. Многие трейдеры не верили в этот рост и, скажем, на таком формате шортили данный актив. Но на этой неделе у нас был достаточно такой сильный всплеск цены, такой параболический рост, рост без откатов, вертикальный рост акций. Что это нам говорит? Это говорит нам о том, что в данном активе присутствует пузырь. То есть, если у нас идет сильный вертикальный рост, то есть признаки пузыря. Я сейчас приведу также аналогию с биткоином, который был в 2017 году. Такой сильный бычий рост. Я также помню, в 2017 году в декабре записывал обзор, говорил, что есть признаки пузыря, и многие трейдеры об этом говорили. Но, как всегда, на рынке есть то количество, скажем, трейдеров, инвесторов, которые этого не понимают, или, скажем, до них эта информация доносится, но они, скажем, это пропускают мимо себя. Итак, смотрим вот на этот рост, который был акцией на этой неделе. Мы смотрим вот с 200 долларов, который был в прошлом году. У нас вот такой вертикальный рост. Если вы увидите такой рост в каком-то активе, это может быть акция, это может быть фьючерс, допустим, фьючерс нефти, если кто помнит тот рост до 2008 года, скажем. При таком наличии роста, это есть явные признаки пузыря, скажем, с точностью 95%. Дальше. Такие штуки торговать просто, ловить хай, скажем, вот, допустим, цена выросла в таком формате, вот здесь, да, и шортить, скажем, нельзя, или, скажем, вот сюда выросли, тоже нельзя. То есть, там есть определенные моменты, которые нужно понимать, чтобы шортить, была какая-то реакция медведей, об этом мы поговорим чуть позже, чтобы торговать контртренд в такой момент, да, потому что рост может будет продолжиться, ну, условно, по данной акции, вот, как было, да, кто-то там по 600 шортил, кто-то по 750, но увидим, хай был практически по 1000 долларов, да, мог дальше продолжиться там и 1500, и 2000, и так далее, да, то есть, все, всегда, все возможное, или бывают там какие-то копеечные акции, которые там с несколько центов или несколько долларов могут показать рост там на 10, на 20, на 100 долларов, то есть, там, увеличение на x10, x50, x100, да, поэтому, если, скажем, цель нашего обучения сегодня, это формат, если вы видите вот такие признаки, такого вертикального роста, это является признаком пузыря, и нужно, скажем, ожидать дальнейшего сильного снижения, как минимум на 50% отката, а то и больше, да, о точках кода в шорт, скажем, я уже более подробно, скажем, рассказываю на курсах обучения, но, скажем, у нас сегодня чуть-чуть другой формат, как определить, плюс, хотел добавить информацию, вот, вот аналогии были вот такие самые пузыри в разные столетия, это вот 17-е столетие, это тюльпаномания, биткоин был с 14-го года по 17-й год рост, и разные вот такие пузыри на разных рынках, да, да, это американский рынок, китайский рынок, японский рынок, да, там 2000-е годы, и так далее, если у нас является такой вертикальный рост, это признак пузыря, вот, также у меня есть такая достаточно интересная диафрагма, сейчас покажу, вот, вот рынок можно определить на три варианта роста, это экспонциональный, субэкспонциональный, и сверхэкспоненциальный, да, то есть три вида роста, вот нам интересный рост сверхэкспотенциальный, да, сверхэкспоненциальный, да, а что это имеет в виду, вот у нас есть рынок вот по такому формату, как вот здесь в зеленом указано, то, что я сейчас показывал, дальше есть под меньшим уклоном идет рост рынка, это синий, это можно сказать, сегодня это индекс S&P 500, он идет таким ростом, и если есть вот такой рост, да, то здесь нет присутствия бульбашки, в акциях Тесла и в биткоине, который вы видели на своем, скажем, в ближайшее время, что было у нас, то у нас все было сверхэкспоненциальный рост, да, то есть это в таком формате, он так идет замедление, замедление наверх, 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 и потом так выстрел, то есть это стопроцентный, ну, давайте будем так, не стопроцентный, а 95 процентный пузырь, явные признаки пузыря. Дальше, также можно затронуть S&P 500, S&P 500, но сегодня у нас идет по таким небольшим ростам, да, чтобы сказать, что рынок уже, там будет показывать признаки пузыря, нужен аналогичный вот такой рост наверх, то есть это как минимум еще может, рынок с текущей там 20-30 процентов взлететь наверх, вот давайте сейчас посмотрим, вот сравним акции Тесла, смотрим какой, и сейчас включим S&P 500, сейчас секундочку, видите, только он только-только начал, секундочку, да, то есть у него есть такой рост, там после 2009 года, у него идет медленный-медленный рост, сейчас ему для реального такого обвала нужен вот такой рост, где-то в район там 4000, там плюс-минус, да, 4500, возможно ниже, и после только вот такого роста рынок уйдет очень-очень сильно вниз, да, потому что пока у нас рынок так медленно-медленно растет, нужен ему еще такой всплеск, чтобы все уже все, такая эйфория стопроцентная была, после этого рынок опалится, поэтому что на таких штуках делать, если вы уже видели слишком сильный рост, уже, скажем, уходить в, входить в уходящий поезд, скажем, не стоит, потому что вы можете в любой момент попасть на, скажем, на обвал, да, потому что есть определенные признаки, по которым я определяю точку входа в шорт, но это может быть и без точки входа, да, то есть я вижу рост, 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 и рынок может в любой момент скинуть сильно там, и не даст точки входа, и не даст точки выхода по среду, да, и так далее. Поэтому это нужно иметь в виду, если кого-то более подробно интересует, можете мне написать на фейсбуке, или в комментариях пишите, я еще более подробную информацию расскажу по этому поводу, по поводу пузырей, а по поводу точек кода, которые существуют, скажем, контр, да, то есть, вот, допустим, вот сейчас у нас по Тесла, в принципе, есть сильный сброс вниз цену, это уже есть явные признаки того, что этот рост, возможно, закончился, и сейчас будет какая-то формироваться позиция, это нужно уже смогли идти, скажем, после этой позиции, эта позиция может быть как несколько дней, так и несколько недель до месяца формироваться здесь позиция в шорт, и потом идти обратно, скажем, на аналогичное расстояние. Вот давайте посмотрим биткоин, вот по аналогичному формату, смотрите, да, то есть у нас идет сильный всплеск, вертикальный рост, давайте чуть увеличим, все, идет обратное, обратное сильное падение, формируются сильные позиции, там, около месяца, да, и потом обратное движение, скажем, ну здесь практически на 70% в течение месяца цена ввала. То же самое, я думаю, что будет по акциям Tesla. Так, давайте сейчас, скажем, закончим с этим кратким курсом обучения, скажем, ну, скажем, таким бодом. Если кого-то более подробно этот формат интересует, как такие фишки торговать, как более подробно их понимать, и именно по точкам ввода, скажем, это мы сможем судить на курсах обучения. Давайте сейчас перейдем к обзору рынка. Начнем с евро-доллара. По евро-доллару достаточно интересная, скажем, информация. Напомню, что мы в прошлый раз говорили, говорил, что евро-доллара здесь я бы советовал продавать при пробитии вот этого уровня поддержки 0,990. В принципе, мы его пробили в прошлый раз, на прошлом деле мы его не смогли пробить, пробили только вчера, и, в принципе, у нас уже идет какая-то реализация шартов. Также я говорил, что у нас есть вариант отбитив этого уровня, оно, в принципе, произошло. Я эти форматы не торговал, скажем, но эту покупку пропустил по определенным причинам. Что мы имеем на сейчас? На сейчас у нас есть возможность уйти вниз, скажем, 50 пунктов. Возможно, мы дойдем до минимумов в район 1,09. Также напомню, что сегодня у нас новости по американскому рынку достаточно сильные. Это Nonfarm. Я не исключаю вариант, который я бы ожидал на рынке. Это в таком формате, что у нас в начале октября был захватной сильный импульс. Сейчас формируется набор позиций для сильного роста по евро в район 1,15 и, возможно, выше в район 1,18-20 и так далее. Это среднесрочная рекомендация торговая. Как ее торговать? Самый лучший способ это, если у нас сегодня на Nonfarm будет сильное движение наверх, мы сможем закрепиться выше уровня 1,09.90 и выше там. И после того, как мы заперепимся, проторгуемся, сломаем вот этот нисходящий тренд, который у нас идет в январе. После этого с большой долей вероятности, я скажу, это уже, я думаю, будет в других обзорах, у нас будет сильный-сильный рост по евро-доллару. Скажем, надежная точка входа, это мы ждем вот этого паттерна, который я сказал. И второе, мы можем рискнуть входить бай-стопом выше уровня 0,09.90 Ну, точнее, давайте так 1,10 лимитку на бай-стоп можно ставить. С небольшим стопом там 20-30 пунктов, потому что, может быть, просто задерг наверх и потом идем вниз, чтобы не сидеть в просадках там 50-100 пунктов, да, получить какой-то свой адекватный стоп. Также, не исключая роста с текущих, скажем, как бы точки входа с текущей, там на часовиках есть дивергенции, возможно, еще сегодня какой-то минимум мы будем показывать, да. Скажем, это уже для тех трейдеров, которые верят в эту общую ситуацию по евро-доллару, как я ее верю, да, в нее, что она, возможно, сформируется. Ну, на текущий момент это очень рисковый момент с покупками, но с небольшим объемом можно пробовать. Но мы понимаем, что можем сильно провалиться, поэтому этот риск должен составлять не менее 1%, скажем, не больше 1% депозиту и уже больше там входить там с риском 3-5% после подтверждения, я думаю, это уже будет со следующей недели в обзоре, я уже посмотрю, какая текущая ситуация. Что касается евро-доллара, в принципе, что можно сказать по золоту, по золоту я ожидаю на, ну, сегодня, возможно, уже с понедельника шорт по данному инструменту, пока здесь точки входа как таковой нету, но я бы следил за уровнем 1568, это вчерашний хай, возможно, скажем, с текущих мы идем вниз, с каким-то еще выносом, дальше вниз. Аналогично, скажем, входим с небольшим риском, почему? Потому что у нас здесь присутствует восходящий тренд, и вот это все, что я здесь понимаю, оно может быть, скажем, ошибочным и рынок может сильно-сильно-сильно уйти наверх, в таком формате. Поэтому с какими-то рисками небольшим мы входим, здесь, конечно, золото сейчас волатильное, здесь стопы с маленькими стопами не поторгуем, но, скажем, лучше чуть больше стоп, поменьше объем. Что касается золота, возможно, даже с текущих уйдет, скажем, более сильно, не только в район 1550, и, возможно, где-то в район тысячу, там, 450 и ниже золото. Есть здесь признаки, скажем, такого среднесрочного разворота. Дальше. Нефть. По нефти, скажем, я так настроен на лонг, я даже покупал небольшим объемом вчера. Почему небольшим? Я думаю, многие уже видели по нефтемарке Light, достаточно интересный уровень, это в районе 50-50, то есть цена. И сейчас у нас происходит такой сложный ложный пробой по отношению к этому уровню. Что мне здесь не нравится, идет сильный тренд вниз, и я бы здесь, скажем, покупал бы с более, скажем, какой-то сильной, сильной протоколкой, потому что есть признаки сейчас покупок, они очень рискованные, большие стопы нужно ставить за вот этот ложный пробой. И, скажем, ну, чем эта сделка интересна, тем, что у нас есть потенциал роста в район 65, и, возможно, немного больше. Потому что у нас здесь был в начале 2019 года заходной импульс, вот это, я думаю, все идет коррекция, и у нас, возможно, сильный взрывной рост. Как он пойдет? Допустим, я смотрел график нефтемарки Brent, там ситуация чуть другая, мы там совсем торгуемся практически ниже уровня вот этого. Да, там аналогичная картина, мы торгуемся ниже, вот это мне тоже сбивает. Поэтому достаточно рискованная сделка, но, возможно, в средний срок, если будет вынос еще каких-то минимумов, то есть нужно потом искать где-то здесь на минимумах, вот эти точки входа, это уже нужно будет смотреть по факту. Дальше, интересный момент по фунту, фунт у нас вчера все-таки пробил уровень 29.55, закрепился, если он еще пробьет, скажем, вот эту зону поддержки 29.00, то, скажем, по фунту у нас есть возможность улететь очень сильно в район 1.27.70 и 1.25.80. Это то, что смотрится с текущих, аналогично, как я говорил, по евро-доллару, да, все смотрится, скажем, в шорт, и фунт в шорт смотрится, но при наличии сильных импульсов наверх, я не исключаю, что фунт будет дальше очень сильно расти. Так, дальше, в принципе, по другим инструментам, картинка пока непонятная, поэтому, я думаю, мы на сегодня обойдемся вот этими инструментами, евро-доллар, золото и фунт-доллар, это с этих основных инструментов, да, потому что австрийский доллар, новозеландский доллар, иена, там пока ну, такое, ничего нету, так скажем. Есть идеи, но они не будут говорить. Ну, также давайте еще затронем биткоин, в принципе, мы ему все время добавляем обзор. сейчас у нас довольно интересная ситуация по биткоину, кстати, на этой неделе были достаточно хорошие точки ухода в лонг, была сформирована хорошая позиция, я, кстати, с учениками разбирал, которые торгуют биткоин, мы здесь рассматривали, и шарты локально отработались там несколько сот долларов, и потом лонг, вчера плюс даже зеркальный был достаточно хороший лонг. Что у нас на текущий момент? На текущий момент у нас присутствует, скажем, дивергенция по вот этому росту, который у нас идет за последний месяц по биткоину, поэтому при наличии сильного заходного импульса вниз на откате я бы, скажем, искал точки ухода в шорт с, скажем, глобальным снижением, скажем, возможно в район там плюс-минус 7 тысяч долларов, скажем, вот в таком формате. Это что касается биткоина. Поэтому на текущий момент он, скажем, смотрится локально наверх, но вот эта дивергенция, она присутствует, поэтому ее нужно учитывать. Конечно, ее могут сломать, ее уже пробуют сломать, еще там 1-2 дня закроемся выше. Плюс у нас здесь впереди 10 тысяч долларов уровень круглый, да, биткоин могут скинуть достаточно сильно. На этом закончим. С вами был Виталий Курта. Виталий Курта. Будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я по возможности отвечу, как всегда, или в Фейсбук. Ссылка на мой Фейсбук будет также в комментариях. Всем спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...